Еще вопрос-то, какой? Ну вот, слушаем. Я с Клюбой разъяснил, что произошло, а вопрос следующий, понимаете? Если регистрация их отношения безвлечения называть браком, то уходь его с жены и связь с другим должна называться как? При его деянии. Здесь, что дальше, что он брак. А если она прелюбодействовала, она виновная сторона, и она не может тогда вступить в брак с другим, соответственно, не может пойти в его деятельность, правильно? Да. Вот. А если... То есть, что получается, зарегистрировалась в своем... Ну, они меняли, что они меняли. Почему они их попросит показывать? Вот он сейчас сидит, а это непонятно, он с ним разговаривает или где-то. С ним? Меня снимают, я отвечаю на вопросы. И в это время спрашивает патриарха Алексея Второго, и он отвечает на этот вопрос, и делает так попросить, и люди думают, что я с патриархом говорю. Я с ним не сидел за одним столом. Есть кадры, где я... Фильм, где так составил фильм, да документальный-то. Вот он это, я знаю, это Чаплин, Севолод. А этого я не знаю, Сутармин так как называют. Валера, Валерий Сутармин. Валерий Сутармин. Фамилия-то не русская? Фамилия-то какая-то там, мордовская или какая? Ну, скажи это и то, и то, и то. Теперь, почему они не вместе? Меня-то сразу трогают. Вот мы сидим вместе, я отвечаю, еще не прячусь. Видно, что мы трое сидим. Вот я, Виталия, могу потрепать, могу поздороваться. О, доброва! Так, дальше. А что меня толкует? Коротко рассказывай. Тут много вопросов поднимается. Но основная красная нить, это церковный, таинство церковного брака. Венчание. Венчают родимолеев в церкви. Ну, я не пойму. Вас все волнует, что они венчают. Это церковь, все, мало ли, что там делается. Тут не венчайся, не ходи. Ты сказал один раз. Я вижу, вот, уже не один раз его поставляют, он об одном и том же. Что его заедает? Он не может успокоиться, что она ушла? Что? Ее священники, его друзья, венчают его жену. Ему-то зачем это нужно, когда Павел говорит, хорошо оставаться, как я, одному? Да он уже не остался. Он уже женился. Сутармин. Уже женился второй раз? Нет. Он первый раз женился. Для него уже это писание его уже нет. Зачем он не женился первый раз? Да какая разница, зачем он на ней женился? Разница в том, зачем Папы и его жену венчают. Вопросы все отпадают. Что Папы там делает, что в церкви делает, вопреки священного писания, Бог к этому не имеет никакого отношения. И без сказок, все отпало. У меня вопросы никогда не возникают. Сталин и Берия организовали определенную структуру московской патриархии. Там понарезли кто там, и это не надо оправдывать. Но у тебя связь с Богом есть. Я всегда говорю, кто-то на меня что-то говорил, а потом опамятался, прости, я не знал. Я говорю, но ты священник. Ты поднимал руки. Это как две антенны. И эта ложь в тебя входила. Да с кем ты связь-то имеешь? Ну не знал, с этим я согласен. Но Бог знал. Если Бог и ты одно и то же делаете, в едином все во Христе, тогда как ты мог не знать? И как ты мог лжи поверить? Эту ложь распространять сам воно? Выступает, а вы знаете, вот у нас есть Игнатий Лапкин, это запрещается, зато он говорит, церковь по миле имени называется. То есть здесь сплошное преступление. Но я знаю, что он человек, не знающий Писания, не имеющий связи с Богом, и я благодарю Бога. Он доказывает, что мы разные. Для меня этого достаточно. Я ему открываю место Писания. Рядом стоит семинарист. А это вот они там наделали это такое. Учится там, в семинарии. Что говорят, он уже наполовину не верит. А мне не надо, я на шаг ни один не сдвинусь. Я не просил давать мне характеристику, Андрей Кураев, он мне дает там. Игнатий ничего нового не говорит. Он открыл целые пласты, забытые нами. Не забытые, а уж мышечно заваренные, надо было сказать. Вот он говорит, ну и что пусть говорит. При живом муже выйдет замуж, называется пролюбодейкой. Потому что Бог знает. Я мог по-другому жить. И я ничего Писания не знал, а Бог меня уже знал. И поэтому Он меня спас от этого. Она ко мне приехала. У меня увольнитель был на год. На год. Ты мне найди в армии человека, которому увольнителю на год дается. И эта служба идет. И в это время я в вагоне, знакомлюсь с одной, переписываемся. Она учительница, она приезжает. У меня отдельный кабинет. День и ночь я в отдельном кабинете. И она приходит и приезжает ко мне. А меня Бог спас. Там кувыром я скатился по ледвию. А женщина в силе снесла. Слабо мне голову с плеч. Теперь он подстал и страдал, и в истерике бился. Вот стихотворение мое из жизни моей. Ему точно та же связь. Бог открыт для всех. Чего они начинают надувать-то? Законы какие. Закон один. При живом мужчине будет замуж. Называется прелюбодейкой. Бери шкалу выше. Вот весь ответ. Хорошо. Все сразу кончилось. А он запутался. Это его дело. Он избрал этот путь. Но в этом месте, Златовый Год, в этом городе, при советской власти, так скажем, если один человек спасся, то он на суде Божьем всех обвинит. Если я мог найти дорогу, ты мог найти. Меня Бог спас, от этого я к нему обращался, и ты мог пройти мимо. Взглянула лишь коса. Змеё из трубили щекосы. И всё. Чего ты к ней прилип-то? Так если человеку хотелось семьи, детей. Так, вчера мне пишет не кто-то, а это Ривка Анастасия Абазиреев, которая пришла, и говорит, а вот эта 19-я глава судей, там Ривит от него убежала, наложница к отцу, он за ней пошёл, и где остался, ты помнишь, что было? И вот, надо было дальше идти, а уже закат, и он зашёл. А его видели где, приняли его. Ну и пристали ей дать, и он жену, наложницу-то свою отдал. И они до утра на ней тешились, там, 200-300 человек. Она только доползла, и на крысе и скончалась. И он тогда её погрузил, и повёз домой. Привёз, разделил на 12 частей, руки, ноги, разрезал ей, и по всем коленам отправил. И началась война, с этим коленом, и истреблённо было колено, фактически осталось 11 колен. И дальше как развивается история. И она меня спрашивает, а аллегорический смысл этого, какой-то есть, я говорю, нигде этого нет и не считал. Это прямой. Прямое указание, не уходить от мужа. Муж здесь, а жена сбежала в Конго, там, или в Бразилию. Вот её что ждёт? А почему первых коренцев, 10 глава, 6 и 11 стих? А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы, на стое, как они были походливы. Всё кончилось. Она вышла замуж, осеменилась, и теперь уезжает куда-то в Испанию или куда. А муж за ней всё бросает, и... Как это? Воскресе Библии, это как? Иголка и нитка. Куда иголка, никуда нитка, туда иголка. Так не бывает. А иголка-то оказалась кривая. А нитки-то все в узлах. И рвёт на счастье. Вот я говорю, а какой аллегорический смысл? Тут никак не было нигде никакого. Буквальный смысл. Павел перечисляет, когда какие образы были в Ветхом Завете, он не аллегорит, он конкретно говорит. Это образы для нас, образы. И всё. Какой бы ты ни был, если тебя коварно ослепили, то за тебя заступится сам Бог. И за тебя, за нового Самсона, Бог разгромит все капища догона. Парк Мэй написал. Считал про это? Вот и вестись. Если при живой жене, если при живой жене возьмёт вторую жену, при любом ней, мусульманин, может четыре брать. Я говорю, не мусульманин. Меня христианин интересует. Только одна. Одна. Едина. И больше нет. Но Павел говорит, хорошо ему оставаться, как я. А Павел был неженатый. Вы женитесь, не запрещается, но будете иметь скорби, по плоти, а мне вас жаль. Он жалеет нас. Да не женился бы, и всё кончилось. Так он и других жалеет. Говорит, лучше вам жениться, нежели разжигаться. Он тоже жалеет. Женился, значит все остальные уже на себя обязанности берёшь, кормить, поить. И что он не ведёт от тебя? Ты всё должен опрещен, и вопрос. Нет, простите, как это? Скорби по плоти, это значит, вы в эти скорби по плоти вносите туда, и что она уйдёт, и будет гулять. Это у вас и скорби по плоти. Что это за христианство? Тогда я не могу понять. Говоришь на христианстве это о скорби, о твоей. Ещё ты за что христианство? Там ещё у христианского нет. Ну вот к христианам обращается опознать. Скорби по плоти это то, что ты будешь ей больше заботиться на жене, то... Ну это другое дело. А тут... Не женатый заботится о том, как угодить Богу. Слышал рассказ? Заботиться на жене. Договорились, что платить деньги будет ей в руки. Ну он платит. Не охота, но платит. Это его сын. Ну и вот последний раз, ему 16 лет, он пришёл, и последний уже декабрь месяц, он говорит, отдай матери деньги-то, Валера, и посмотри на её лицо, и скажи, последний раз всё. Какие у неё глаза будут? Он пришёл к маме и говорит, мама, а папа сказал вот так, а ты, сынов, скажи, иди ему, ты кормил 16 лет чужого сына, это не твой, и посмотри на его глаза. Ещё хочешь женщину обвинить, а она наполнена тем, она из рая перенесла себе другого сожителя. И всё. Если один раз, и мы христиане, ну а если до крещения, он не был христианином, женился, женился, потом развёлся. Живи. Пришёл теперь, как крещение, она с ним, живёт в одной семье, и если он крещение принял, теперь что, его сказали, она не жена, право говорит, нет, живите вместе, всё кончилось. Она ушла, ушла, но не умерла, всё, ты один. А лучше разжигаться, тем другого не дано. После молитвы, всё разжигание твоё, говорит, полетело дверторвашками. Значит, если человек уверовал во Христа, пришёл к крещению, его жена ушла, ушла, не венчаная, ушла, она не венчаная, потому что она комсомолка. Да сейчас венчают всех комсомольцев и коммунистов. Давайте говорить, вернёмся в те времена, когда венчания не было. Павел о венчании ни слова не говорит. Не говорит. А? Не говорит. Его не было. Не было. Просто потому и не было. Почему? Таинством не называлось, вот когда сегодня говорят, соборовали, идут, все стоят, как оладушки, батюшка их все мажет, то другое. Написано, кто болен, пусть призовёт, а почему не пойдёт? Он не может, он лежит парализованно-то. И помолятся над ним, вот лежит, вот он лежит, и над ним помолятся. Не с ним, а над ним, над ним. Это понятно. Он непонятно-то. И всё кончилось. А дальше всё с тобой. А сейчас наоборот. Здоровый и крепкий авансом на всякий случай. Тогда это таинство, соборование вообще его за таинство не считали. Просто так. Оно и не было таинства. Мы его подгоняли под семь таинств. Не надо, подожди. Ты распевай, не надо отрести руку. Так. Покаяние, это тоже не было таинством. И каждый себя доиследует, а таким образом приступает. Не батюшка решал, кого допустить. И поэтому причастием не играли попы, этого не было. А сейчас, как у сарабрятцев, отлучок причастия, если будешь молиться с новобрятцами, с патриаршами. Молился, отлучит, всё, я погиб. Причастие не спасает, этого нигде не написано. Нигде. Спасает Христос. И кровь Христа, когда говорится об этом, говорится не о сарабрятце, а говорится о Голгофе. А причастие, это ещё, чтобы жизнь была. Жизнь, это как у донора, новая кровь. Понимаю тебя. Кто не будет пить крови, сына, сейчас я скажу, не будет иметь в себе жизни. Всё. О прощении грехов нет ни слова. Что тут дальше-то? Мы говорим о том, что будет суд Божий. Суд Божий, не человеческий. А тебя осудят, а тебя отключают от причастия. Ну и что? Ты откроешь второзаконие, 19 глава, 19 стих. Он делает неправильно, поступает со мной, там прокурор, священник. На него это падает. Наказание он природ в себе выносит, а не мне. Я по этой шкале с первого дня пошёл. Почему? Евангелие, отеяно 12,48. Христос говорит, я не сужу. А мы верим, что сядет Христос на престоле, он говорит, не сужу. Слово, которое я говорил, оно будет судить. Я понял, всё остальное по боку. Поэтому не венчины, два жили комсомольца, один уверовал, это настоящий муж и жена. Ни о каком венчании речи здесь нет. А сегодня сядет, вот такое венчание, а теперь венчание хоть два, три, пять раз. Обман. Сколько раз Пугачёва венчали? С Кирковым, с Галкиным? То есть вы считаете, что человек, который был женат и развёлся, потом принял крещение, не должен жениться второй раз, пока та его жена... если она придём. А если не придём? Ну не придём, ничего и нету. Не придём, он развёлся до этого. Всё закрыто. Павел говорит, что она же была его женой, она живая. Свободен. Она живая. Всё, я ответил. Свободен. А она развелась с ним, может быть, за 10 лет до этого. Седая голова. Он не знал. А если непосредственно... До крещения всё закрыто. После крещения только считается. До крещения, чтобы было, всё смыло. И даже разбойник может стать священником. Ну а дети же остались от первых, от вторых, от третьих. Так я ответил. Детей же не смываются и женой. Дети, корми, пои, можешь, заботиться обязан. Этот поёт. Да, если, может, она нажила где-то, трудись, работай. И там Господь... То есть вы говорите, что при живом мужа нельзя жениться. То есть исключение какое? Исключение можно жениться второй раз, если это брак был до крещения. Только единственное... Единственное. Или умерла. Единственное. Умерла. Умерла. Почему в Достоевске написано, он с ней там вважался где-то, а брака никакого нету. А жена ушла там с каким-то студентом и наконец сообщает, что жена его умерла. Он бежал по городу и кричал «Ныне отпущаешь и раба твоего!» То есть можем заново жениться. Она умерла. Она умерла. Вы будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Если Павел жалеет, то почему не согласиться? Им хорошо оставаться, как я. Человек, который во Христе живет, он никогда не пожалеет о том, что один из хороших человек покажет. Женатый заботится о чем? Как угодить жене? А сегодня он даже не заботится. А заботиться так все равно не угодишь. А не женатый как угодить Господу? Мы с разных позиций беседуем. Вы хотите подогнать под это, что женатый заботится о Господнем. Не в той мере. Там уже ноги спутаны. Брак это, она спутанная жизни. Поэтому ты бери всегда так, как Писание говорит. А основное меня не касается. Они придумали, можно разводиться по этому, гражданский блуд или брак. Не касается для этого. Я даже никогда не рассуждаю на эту тему. Они избрали этот путь. Это все кончится. Бог будет судить по слову. К церкви это никакого отношения не имеет. А они лечают. И это что делает священник никакого отношения не имеет. Церковь святая непорочна. Церковь святая непорочна. А это дело вне церкви уже. Никто не знает. Но Бог знает. Он обручен. Ну вот у брата ситуация такая, что он сначала венчался, потом крестился, потом развелся. И сейчас если он заключит второй брак, он будет при любоде или нет? Согласны? Сначала венчался, а потом крестился. Да как он мог венчаться, когда не крещеный? Потому что мне объяснили, что нужно полным погружением крещать, креститься-то. Я ответил вам. Вы вписание смотрите, не искушайтесь. Зазнаний нету, Игнать Тихонович, ни о венчании, ни о тайстве. Врака нету, при живой жене. Возьми то, что есть. Вот одно это возьмите достаточно. Ты вышел враг всем, начиная с верхушки до низа. Это понятно. Ты не си ты знаешь, вышел на какое поприще? На тропу войны. Против всякого зла. Пророки, кого из пророков не гнали овцы ваши? Я вышел на этот путь. Полвека за печами. У меня только заблокировано на ютубе, который меня матерят и прощает. Сейчас больше шести тысяч человек. Тысяч. Ну пусть меня мнение не интересует. Как один ответил, мне от своего мнения тошнит. Зачем я твое мнение? Вот Писание, вот говорит Бог, по которому слово будет судить. Меня Бог спросит только поэтому. И с этим мандатом я являюсь на суд Божий. Ты молись Богу, простись к Нему. Но если сказано при живом мужа, а при живой жене не сказано, то Божий А почему не считая когда она больше истедает? Там еще одна есть. Однословно идет по мужской линии. Не считая, они в счетки входят. И полный счет, когда в Израиле был, не считая до 20-летнего возраста женщин. Мужчин 500 тысяч, а их было не меньше 5 миллионов. То есть Василий Великий, который разрешал второй брак невиновной стороне, он заблуждался? Не Василия. Александр Женевский сказал, я не знаю Александра, я знаю Алексея, который принял схему. А что он воевал, на это ссылается, это в любом месте можно найти, где люди делают по мирским обычаям. Мы сегодня считали, пожалуйста, Андрей Стратилат, Реозор Угличский, Юрон, которые не брали оружие в руки, и прославлены Богом, а их скрывают сегодня в церкви. То есть вы утверждаете, что человек, который женится второй раз при живой жене, которая ему изменила, он прелюбодей. Меня уже на счет спрашивать не надо, я ответил четко. Если та же она живая, только смерть может разлучить. Как батюшка благословлял Евангелие, доколе им. А прелюбодеяние не может разлучить. Прелюбодея не спасутся. Он же не прелюбодействовал, она прелюбодействовала. Остался один, при живой жене, если женится, называется он прелюбодея. То есть он должен верность хранить прелюбодейки до конца жизни? При живой жене называется прелюбодея. Она уже не жена, она за другого вышла. При живой жене называется прелюбодея. Воткни себе это в мозги. Не написано, как же, это, мёжчие, мощевики, прах и в прах возвратишься. Все. Еще в раю сказано было, прах ты привезли руку Пантелеимона. Все это пришло после. То есть они восстали вопреки того, что сказал Бог. Бог будет по слову, а слово говорит прах и прах возвратишься. Вот пусть они в эти строки войдут. Христос сказал, что если изменила жена, можешь разводиться. Все. Можно разводиться. Где мы нашли, что может разводиться? Христос сказал, где? Найди. в крови вины пролюбокиями. По всякой причине. Все дашь, что Алладин остался, все кончилось. Но ты можешь, Василий говорит, и тогда мы советуем сохранить семью. Она муж согрешил, мне там плащет, ко мне подошел один мы говорим, котел купили, обмывали, я проснулся, другая Наташа лежит рядом. Я плакать пришел домой, так хорошо жили, что ничего, прости на коленях и рта не раскрывай. Эту я историю знаю, но когда, а если бы жена поступила по пьяной лавочке и пришла на коленях? Может пропустить, а может не простить. Все таки может. А Василий Великий говорит, не прощай. Вот он сидит, его посадили, Владимир Русак. Пирса там есть, есть обвинение Тритома. Он написал книги. Я его лично знаю, у него был, можно сказать, жил, обитал там в Америке. Приехал патриарх России второй, видимо, хорошо поговорил с ним, и его вернул сюда. Но яком он не стал. Почему? Когда он сидел, он 7 лет отбывал, а она вышла замуж. А он ее очень любил, он ее принял. Раз принял, теперь санк с него снимается автоматически. Так она законно его жена была. Ну все взял, закон. если он женится, она должна быть девственница на 100%. На 100%. Ни на 2, ни на 3. А если другого нету, а если она артистка была, она девственница, и тогда он не может быть священником. Одна специальность, которая запрещает. Артисты это как все в одной категории находятся. Все. А сейчас даже никто не смотрит на это. Каким она пришла туда фертом. Когда ты берешь по этой шкале, которую Господь указал, все становится на место. Бракоразводных нету, такого таинства нет. Ничего нету. Все, кончилось, пришел. А сейчас идут архиерей. Священники может, архиерей может дать развозное. Что делать с тем людям, которые в неведении вот эти браки заключили вторые, третьи, четвертые, сейчас что им делать? Пусть делать в неведении пусть разбирается. Я сказал закон. И пусть о нем Бога выбросит милости, устрашиваться и принять этот закон. Я выбросил у Бога это. Мне Бог это дал. Не советуется ни с кем, кроме Бога, если это вопреки Бога они говорят. А вот священник, он там благословил его, там архиерей, меня это абсолютно нисколько не пугает. Благословил он за это ответит. Ну вот сестра наша выходила замуж, а он будучи уже венчанным и она получается выходила замуж за разведенного. Это разрешается? Или только на разведенной нельзя? Ну мы знаем, что они так и развелись и все кончилось на этом. В России сейчас в настоящий момент на сегодняшний день 11 миллионов женщин никогда замуж не выходили. Я тебе показывал это? Читал? Ну на днях когда я показывал это? Ну это уже давно несколько лет назад. Ну когда газеты у вас это? Ну сегодня больше не 11 а 15 которые никогда сколько разводов? Когда было при Сависеем это намного больше. Сейчас Игнатий вы знаете сейчас зашкаливает этот вопрос сейчас разводов огромное количество даже среди священства православного разводы 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 нам зачем это знать это верующим причина одна только прелюбодение А самое страшное что этих разведенных потом опять венчают и опять они причащаются и зачем тебе в это лезть в эту клаву это наш народ мы живем среди зачем тебе в эту клаву залазить ты писание услышишь вот оно написано все Иисус не они они знают голос пасторя поэтому идете за блудниками а он поп не такой не мне это судить незаконно до тридцати лет я к нему не подойду шестой вселенский собор 1415 правило патриарх июг меня не касается еще сказал не касается папа римский или кто-то меня это не касается есть определенное правило ему надо соблюдать а кто сказал это библия основа основ если библия не слово божие тогда вообще ничего мы не знаем мы во тьме находимся Игнатий Игорьевич а священное предание оно Бога духновенно что ты имеешь в виду под преданием когда Павел говорил о предании он имел ввиду то что он им проповедовал устно при жизни а не то что спустя 20 столетий будут писать и все в предание толкать предание предание апостольское предание вот он говорил Павел это предание священное оно первичнее писание но когда он сел и написал оно стало то что он говорил а сегодня все туда толкают все жития все предания к тому не относится никакого и поэтому то предание которое противоречит священное писание святой библии оно не является законом для нас я не понимаю что вас это тянет на ту сторону я в момент когда я услышал мне это положено было на сердце сразу я не женатый был а вот не женатый там бог признает брак двое два комсомольца жили оба неверующие активные строители коммунизма законный брак брак никакого вещания не было один обратился она в это время ушла он свободен крещение принял до крещения что было все смыто ничего нету нету но он тогда после крещения женится а та которая была первая обращается ко Христу и говорит мир дальше уже не надо никакой разобраться она обращается остается одна и пусть и живет все кончилось то ушло то отрезано не было ничего не было все омерли омерли все я легенда фильм говорит омерли все дети то живые ну не трошь пусть она лежит в крещении все умирают да и браки значит человек рождается за одного не трошь пусть он живет вопросов нет этот судармен где он из этого состояния выйти не может у него вид такой где-то на кладбище может быть и хороший человек я только сразу вижу что вот это как он говорит а ты вот дядя Вова мы с тобой а ты скажи Иисус Христос мы с тобой и все сразу видно эти ваши вопросы меня никогда не касались никогда ни одной минуты не было и поэтому я свободен от них и могу никому не заискивать а говорить как есть то есть Виталий если сейчас женится он не будет пролюбодей пусть разбирается в своей жизни сам я не приеду меня никто не ставил в Ивиталию в жизнь от операции вот я признаюсь женой там были где вместе какая вина чего где как не знаю не могу опять жениться я имею ввиду что я крестился после уже того если у него канонечес сил каунов отец константин РПЦЗ на тот момент он был полное погружение да ну и теперь что все ныне отпущаешь и ты свободен да охота еще раз мне не охота вот так как по твоей причине виноват ты бери на себя это все работай плати деньги и вопрос закрытый навсегда зачем тебе об этом рассуждать когда ты никогда больше не женишься маленько требуху за свою растереби ну и сейчас не об этом есть ли канонеческие препятствия у людей которые были женаты до крещения или нет вы объяснили что канонеческие препятствия к вступлению во второй третий пятый брак нет если те браки были до крещения вы думаете за мной живите зачем вам эту муссировать тему когда определенно она живая при живой жене все прелюбодеи кончилось снято и живи один благодаря Бога жизнь скончается с каждой секундой ближе к концу понимаете вы то при живой жене прелюбодеи то в крещении не прелюбодеи я ответил правильно я еще раз повторяю один человек непростого звания ответил я отвечаю за свои слова а не за то как ты их понял ты знаешь что ты сказал да ваши слова играют эту дату обратно это не мои слова это только при живой потом крещение тут уже добавляется потом тут уже и измена это не мои слова это не мои слова при живом но не за при живом объясняете вы людям надо родиться свыше что означает родился свыше то умерло того нету умер все умерло умерли все кто крещение принял умерли умерли для Христа и ожили для Христа надо рассуждать то нет что у него Настя умерла нужно элементы не платить ребенка не как почему у меня вопрос у батюшки этого вопрос ни разу не возник так у вас жены вам верны Игнать Игорь Иванович ну и все слава Богу да почему не верна какой ты кобель без хвосты потому что она еще ладно да ладно тебе уже уже биографию тебя знаем кто тебя допустил почему ты меня спрашивают а ты вот в армии был ты Евангелие знал не знал но вот я на корабле плыл авария и Робинзон Круза и там туземка одна оказалась ты бы как никак я бы как шимпанзей свыл гнездой и там жил и к ней не прикоснулся тогда когда Евангелия в руках не было я знал это грех внутренний голос мне говорил этого нельзя никакой Библии я в глаза не видал даже но я уже твердо знал я бы никогда не пошел на это ну а что делать если вот сестра выходит замуж за разведенного она выходит за прелюбодея так и отвечает значит она прелюбодейка конечно она выходит за прелюбодея делается одно тело муж и жена одно тело так и это совокупляющийся с блудницей или с прелюбодейкой делается одно тело Павел четко выразился одно муж и жена это одно от нас то есть у нас отец Яким когда Наталья Приходьев повенчал с Валерой то есть он повенчал прелюбодеев таинство было какой Валер в Америке который в Америке который сейчас заболел то есть это было венчание прелюбодеев я еще раз говорю вы же знаете что не решать ни за кого не надо у меня есть Евангелие я по Евангелию отвечаю притом отвечаю не один год а полвека и не надо мне брать тот где-то как-то и как вы же только что сказали то есть получается Наталья Приходько она сейчас в прелюбодеянии вмечается здесь или где-то остается все в силе беседовать ты можешь говорить что в силе она в браке сейчас или в прелюбодеянии не надо ничего добавлять как не надо в любом таинстве вот сейчас как устаробряться все до причастия не допущу за то что с тобой ты нововый братьев никодянин он уже до причастия не допускает они дрожат ни на занятия сейчас не ходят нигде полностью выше вы выходите причем если устаробряться я говорю о том как делается как на этих танцах играют играть не надо понятно что не надо а они выходят за таких как говорят посельки шапка трус слышал нельзя все кончило завязали никакого разбора не делают еще нет ну давай включи ее не трожь кошку кошка не при чем она не доставит ни одной клавиши уважайте мою кошку не трожьте ее мы ее почтением я к своей кошке не так отношусь я ее тереблю но уходит уходит и вступает в отношении к руки и если еще раз это то ее нельзя венчать все венчать да а смотри вот как он говорит как голову накранит как глазами то есть он его уже запутал он уже не знает все отвечать он смотрит а может там прояснится может рука пишущая на стене скажет вы взвешенный найден очень легким и в эту ночь ты умрешь вот знаю на вид как он говорит отвечает видно что он его уже довел он не знает а если бы он отвечал как я все кончилось он даже ни разу к писанию не обращаются никогда вообще не обращаются обращаются он говорит евангельская норма вот описание что делает он в этой системе сколько он помечал таких они будут отвечать его сразу вышибут оттуда это главный доход все давай вот бороду вот не постригает это здорово нет вот а мы должны знать как это по канону церковь то есть если это брак виталии волосы с его женщиной то тогда его вот эта вот женщина не может вступить в церковный брак с другим потому что она прелюбодействует да а если это был повышается что он помнит из-за вот этого признания зарегистрированного союза брак но там было но пока немножко иначе подойти к церковному ягодцам сказать что может быть мы не считали что каким-то опять-то спорным приход союз который верный который есть здесь который длится много лет но мы не выравниваем к католическому браку но можно за правильный к католическому браку тогда возникает сразу очень много лет но можно сказать как это и есть например это сожительство это сожительство которое государство называет браком а церковь призывает либо разлучиться либо вступить в церковь вот и все но тут еще важно это вспомнить еще больше скажи вот сейчас когда готовятся отвечать этому чапкину где он хоть раз произнес слово что при живом уже нет они сейчас какие-то прыгают по кочкам как бы но еще дальше хуна кого они приблизили к богу нет новая тема теперь там католиков помянуть еще где-то и мы нам надо сказать господи он так о том пересел господи какой беремене избавился ушла моя ея или настина слава тебе господи ныне отпущаешь араба твоего но из этого нет они опять выискивают себе иметь две этой жены прошу слова нафига руки отшибла что ты машешь от какой беды когда остается сын вместе с этой женщиной когда государство на ее стороне юридически и я просто не имею никакой власти над сыном это беда впереди вся беда еще впереди от какой беды избавлен простите меня от какой беды мы избавлены вся беда еще как вы говорите в старости там с ума сойдешь действительно я тебе отвечаю если ты остался один от какой дальнейшей беды бог тебя избавил утишься а там сын тогда обязан копить кому это непонятно у мусульман 4 жены и с кем он разведется он обязан допоить докормить он обязан 4 жены он всех кормит детей всех кормит надо учиться у них вот он писание знает зачем он длинные волосы отращивает первый вопрос ну они не длинные уже мы имеем ввиду они не косые как не длиннее чем у нашего отца не длиннее чем у нашего отца Акима может даже корот сидит смотрит и ждет ему чакры нужен чакры да при чем здесь почему он теперь встречался я с чакры встречался да чакры на себя навешал столько за то время когда он там в почете был это был конца края нету его не оттуда не вытащили и не разбазарить это никак потому что я объясню потому что его так же дискредитировали как кстати дискредитируют вас то же самое да меня не влияет а дискредитирует они не могут этого сделать человеку никто не победит кроме его самого говорит Анна Златоуст никак а мне никто не победил они говорят там выступает какой-то диахон стик там там еретик меня это не касается они разговаривают не обо мне они ложную фигуру нарисовали об ней говорят обо мне обо мне обо мне прямо сказать он не знает ни разу не встречался какой я идти вот митрополит местный Алтайский Московского Патриархата Сергей Иванников мы встречались он беседовал мои книги у него есть и он отвечает ни догматических ни канонических отступлений в Игнате не выявлено нету и все он знает ответил им это не нужно подожди это праздная трата времени я ни разу не видел сейчас с лопатой в руках с колуном с лобиком с кувалдой я не видел чтобы доработал где-то и вот этого я не увижу а работать надо иду и это все будет потише они как будто бы вожди народа кого-то куда-то ведут сидит снимает это хорошо что в разных позициях снимает куда-то с кем разговаривает а ведь он явно знает что это выстоит это люди будут смотреть слушать он знает это дело а уже ну все так принято это все мирская ухватка никогда так не было когда беседовал Христос с кем блудница пришла и Христа и блудница нет блудница полчаса смотрит и полчаса Христа этого нету вся картина даже в этом вопросе и то поступает не по жизни а там нахватались где-то безопасность это у него такая безопасность служба духовной безопасности он же переживает за свою жену что покой его оттолкают они-то ей объясняют что все нормально венчали на втором муже не заботься о ней кто о своих и домашних не печется тот хуже неверного ты не знаешь она его жена до загроба вы его не слушали не знали он ее любит прелюбодейку эту в войне действительно нападение оборона и отступление в грехе прелюбодеяния только один вид отступления бегайте блудар ты тоже первый год я скажу спасал а вы говорите можно и простить можно простить написано и ты думаешь спасти по той улице не ходи не звони и не забудь даже близко не держи памяти это явное дело что все еще остался без жены не ищи жены остался без жены не ищи жены можно и простить можешь когда пойдешь другим другом он же ищет ту свою первую жену которая в прелюбодеянии не ищи жены осталось в силе он делает по-своему может простить может дается по вашей немощи по житвакосердию но дальше он не ищет второй жены он хочет чтобы его первая жена натоуст говорит первая жена она умерла ты можешь жениться но лучше не женись ты все будешь припоминать а вот там-то нет-нет ты скажешь моя жена племене так готовила а вот это так у вас все время будут остался один не ищи жены Валерий так же говорит как вы да ты не говорю я златоуст ну-ка я златоуст Валерий то же самое говорит Игнатик зачем ему об этом говорить и вот зачем об этом говорить кого он оставил на тебя наставил на пути истина я не знаю этого не так не правильно мы можем все танцы крестить неправильно венчаяния же весы не надевают венчаяния никакого нету прелюбодеев венчает и блудников сектанты не случайно говорят блудится это церковь патриархийная хотя это не так блудится это город Игнатик но когда где-то кто-то там ну когда в нашей общине про люболеев венчает почему он должен молчать разбирайтесь там я отвечаю так как есть а вы решайте решателем вы решателем вы говорили что он однако ничего не надо давить так вы хорошо ему остаться как я хорошо ты хорошо ты это взял и все остальное отрезалось сразу остался без жены не ищи жены не ищи ее не надо она просто не ищи вы будете иметь скорби поблоти мне вас жаль вот и все закрылось я не кончил предложение ты опять свое дальше 5-й, 7-й главы 1-й калифе он так и не прошел так застрял там и висишь как в белье а вы только остались только на одном что не ищи не ищи почему вы не говорите все не все и найти хочу просмотри внимательно царство ли Екатерины II какое было царство насколько же не прибавлялось и проще а сегодня все тормашками летит страна-то на исход идет единственное чтобы напали да они бы пожгли кого-то сейчас об этом думать не надо с этим покончено вопрос не надо ставить они ничего не могут сделать даже в нашем вопросе вот сейчас прокурор а тут более краевая прокуратура мы вам ответили пятый раз мы ответили ни один не приехал не посмотрел за что они деньги получают 51 тысячи прокуроров тысяч Роспотребнадзор 110 тысяч работников и получаете 2 рубля в месяц и гнилье что попало другой раз приносят отравленное болеет там кто-то взяли где-то как будто бы кабаярщиком торговать умеют Дмитрий Тихонович вот вы говорите корми сына но его же не только кормить он же не скотина и не кошка и не собака чтобы его только кормить два варианта не корми так не я имею ввиду воспитывать да ты воспитывай какой ты воспитатель да у меня хотя бы благая мисс приехать сюда и чтобы он вместе с ребятами которые в этом году были в том году были побыть и вас на ваш пример посмотреть я понимаю что я плохой воспитатель но он может нанять вас у меня-то благая а при чем тут нанять ну вот я приехал я работаю и сын тут рядом со мной я имею это право или нет или я вообще никто разбирайся там имеешь имеешь право имеешь право бери что каждый год а вы на стороне женщин получается да не надо что получается где ты это видел-то ну как где видел мало на матче дописала еще нет а уже осенью желаете видеться простите меня на вас что попало он мне говорил почему да я молился твою молитву Бог не слышит иначе бы ты таким не был связи с Богом нет и поэтому вы колбасите каждый день ну так и есть нет его она не отдает господи благодарю Бога какой бы он ни был мой Костя я за него не отвечаю мне не дают свидаться твоего там ничего нет ты благодари Бога что тебе не отвечают за то что он будет наркоманом за то что он вырастет прелюбодеем ты за это не отвечаешь тебя не допустили меня посадили в тюрьму я не отвечаю ни за попок ни за мировую обстановку я отвечаю только за эту камеру в пределах досягаемости вы не извлекаете то что вам сейчас дается а я даже не знал что я не я думал что я отвечаю я думал что я отвечаю тебя отняли меня посадили в тюрьму я не отвечаю почему я сижу я не могу тебя высчитали вы высчислили тебе больше лести тебя посадят я думал я думал ну и думай дальше и чё ты это и думай-то я с тобой простое не могу ты же не зарезали вообще писание не знаешь писание не знаешь какой момент не возьму не знаешь чем ты занимался в жизни своей а мне дали воспитать да какой это воспитатель-то только так испортить я тебе сказал ты принял и не принял воспитатели нашлись даже без отца он растет женским характером то другое но тебя не допускают из этого исходи я хотел она не допускает и на этом все все и навсегда благодари Бога плати деньги и корми ее а может там будет прелюбодей питаться это ее дело и мне это делать кормить ты плати сколько государства назначило и зачем надо платить вопрос такой вот когда вы были русская православная церковь за рубежом до 2008 года у вас была егтенья я прав? вот сейчас я скажу а ежи избавите люди свои от горького мучительства безбожной власти в нас же укрепите в братолюбие утвердите в нас в братолюбие благочестие была такая егтенья? а что тебя интересует? не, ну вот не егтенья но молитва присчиталась какое ко мне отношение имеет? что-то у меня вталкивает настал 2009 год я не отвечаю за эти молитвы да вы мне сейчас говорите про этот режим этот государство которое действительно я тебе говорю что я отвечаю за то что бог дал открыл я молился об этом чтобы режим рухнул и он рухнул а может не по молитве а может быть из-за Солженицына я молился чтобы Солженицын вернулся на родину я платил деньги бабушкам везде он горнулся для тебя пришел а для меня моя молитва услышана а это молитвы были непростые ты меня никак не прищешь посчитателям советской власти я сейчас говорю о нынешнем режиме о нынешнем до 2008 года у вас такая егтенья была какая? а их же избавите люди своя а мне какая была для тебя егтенья прошение на литургии на литургии что сходится с моей молитвой еще дальше я мысленно молился не знаю за рубежную церковь я так и молился я вам говорю о нашем времени уже Советский Союз пал уже у нас сейчас демократический этот режим путинский Ельцина, Путина я еще должен тебя отвечать нет я вам просто напоминаю что у вас такое было прошение на богослужение ну было еще вот сейчас считается сейчас она не читает сейчас другой будет считается это воскресенье только вот послушай батюшка считает еще раз лютого безбоженства они там засели безбожники коммунистов как фашистов не осудили хотя сотни раз больше зла принес чем фашизм они сидят там из юганов и все что ты лютого безбоженства вот она безбоженства все и плодится в органах отдельно наеретный прокурор до милиции строят отдельное иначе их передушат в одну ночь и все милиция оборотни полиция оборотни прокуратура оборотни а кто их оборачивал безбожие от лютого безбоженства а я каждый день молюсь и сам слышишь молюсь избавивай от этого не дай исполниться их гнусному желанию ну да я молюсь больше ничего нету знакомые близкие за рубежом все молятся я каждый день говорю а что избавил избавил по своим дешевым ничего не могут сделать сейчас генеральная прокуратура еще может заняться а нет я снова напишу Путину а если же не по вашему будет слабо Бог допустил без его воли ничего не бывает я просил смирялся так что не будьте не по названию христианина а настоящий тогда у тебя все будет на месте ни о чем не забудьте на каждый день хватит заботы выложите упование на Господа Бога я возложил на него упование молись если не получил год, два, двадцать лет молись продолжай молиться и одновременно благодарись что Бог тебе не отвечает он знает в данный момент будет не на благо 20-й год у Исаака жена Ребекка защила 20 лет бесплодно а сейчас 7 лет можно разводиться как у Иерлеев если не родила солдата Игнатихович я вот так думал что ну вот слова ни о чем не заботятся так я вот ни о чем не заботился и превратился в трудня в лентяя вот такую есть крайность не заботиться не скажем не трудиться а что ты это перепутал-то я не заботился вот если у меня на работе я строитель 280-300% все время я была я не заботился я утром приходил и до вечера мне два перекура нету и все думал а как больше сделать как лучше сделать переделывают целые подъезды до пятого этажа на ссылка полов у меня ни разу не переделывали я антисептиком проработаю но это не противоречило местное писание не заботитесь а я не заботился никогда я только за что-то пошел и я ему песни пою а зачем он когда 300% мне нужны были деньги большие деньги нужны были почему я знал что печатают баптисты отделенные и мы все деньги туда гнали в которых бесплатно раздаются Евангелие на мои деньги тысячи Евангелий вышли и сколько людей обратилось на твои деньги кто там обратился ты жертвовал этим от отделенной баптисты были а мы не сли их при Смитеру у меня бабушка вернулся от меня не связывался ты опять ты отбиваешь и опять он хочет войти в наше общество а ты где был я работал на американском каттелларе или как называют это бульдозер на базовых приисках деньги хорошие были дорожки хорошие а ты приехал с деньгами с деньгами четыре года не был не был вы считали десятину он посчитал деньги большие десятина у тебя на книжке столько есть ты можешь снять и пойти отдать согласен только примите меня чтобы у меня с вами вместе быть все сняли пошли баптистам и отдали напечатаны и они приняли эти книги у меня охлад был 72 рубля в месяц а тут сразу десятки тысяч то огромные деньги были все отдали я перед богом ты не этого не делал ты не нуждался этим когда вы за бабами бегали а я день и ночь считал тисание выпускал это а вы утешение находили юбушники окаянные и теперь подыскиваются еще под меня странцы осквердители еще улыбишься горе смеющимся ныне ибо вы вас плачете возрождаете у меня вопросы никогда эти не возникали как я тебе отвечаю сейчас и в первый день когда я его ангелик получил я уже отвечал так мне бог вложил и мой первый раз что сегодняшний ничем не отмечается это во всех книгах я об этом пишу так это максимализм ну считай так это экстремизм я так и вышел и сказал я экстремизм все доводить до совершенства у меня врачный вопрос никогда не волновал никогда Степаненко тут побыл ты знаешь его нет? да Максим и он у меня там характерист позовал мужик с большой буквы все мужик с большой буквы это похвала я так а вот в писании говорится о скопцах которые там от природы скопцы которые не нуждаются женщинами такие родители чувствую их нет влечения я по природе своей отношусь к многодетным я в семье 5 сыновей у отца было 5 дочерей по самой природе своей я из многосемейной поэтому ко мне не относится я должен был глушить и душить тебя ты вспомни как то есть вы боролись и я на светистые ветви как мать наказывала храни себя сын мой я день и ночь с этим боролся тяжело вам было это моя жизнь я не импотент и поэтому я объявлял пост приехал прищастить меня настоятельно я третий день не пьюни я в тюрьме там туберкулез смирепцы он говорит не делай этого я тебя прищачу ешь а я одному наркоману отдавал а у меня дупель сегодня опять дупель сегодня мне никогда этого не было да и там написано и не в радость что с чувствами сад и скопыщем то есть сатана забирался и во сне и сладко кольмёт ты помнишь лабайки ну это говорит о чём то есть ничто человеческое мне не чуждо но я душил и душил это прочитай это стихотворение оно на одном дыхании написано я вам не 5 дней писал а может 5 минут а сегодня в каждую строчку углядываются люди и не могут понять как это может такое написать это моя биография пусть напишет Пушкин такую биографию да он порнографист Пушкин Гаврилиада а чего ещё одна тут ну говорят Иван Барков написал а ты даже не знаешь так что нет точных сведений что написал Александр Сергеевич Иван Барков запомни ещё трудно да он мне не нужно а что ты про луку считал ещё лука есть такой там таким словом и хорошим Игнат Тихонович вы говорите меня не волновал вопрос брака а вы его решили раз и навсегда у вас жена дай бог каждому такую же верно я жрелся не по глазам по совету не по глазам а у вас советники старики и там у меня в стихотворении написано делились на юновые близкие мне старики я знаком был с одной они показали нет ты вот на эту позвати внимание они не посылали меня я посмотрел она в это время в школе в советское время начала проповедовать всё она меня завоевала но ей нравились мои кудри они у меня сильно навелись вот так вот и она один раз похвалила день свадьбы я вещам уже снял с головы всё если ты ко мне расположен никаких кудрей а ну сейчас даже не трогай у меня пользами мая-другой расскажет у тебя волосы ты как у отца а вы еще встречали людей у которых такие же браки как у вас Надежда Васильевна по совету чтобы нет не по совету а без ну ну не касается зачем говорить об этом по совету по совету вот отец Аким Лахтин по совету ваш брат спроси его вопрос-то не ко мне я тоже советовал ты меня заслужишь нет он на пять лет моложе меня он через меня пришел к импаймам или ко Христу он для меня духовный сын ну да а как я защищаюсь у него теперь он мой и считайте и Моисея а он родственники короче родственники никого нету ищем делать хотят чтобы я позвонил они сразу со счета все и и и Начинают материться, там что-то такое, ну, безбожники. Мне это тоже не касается. Радуйтесь и веселитесь, когда будут поносить вас, и имя понесут, как неугодное. Велика ваша награда на небесах. Только не пострадал только как вор, или злодей, или при любовей выходит, все. А если страдаешь как христианин, то прославляй Бога за такую участь. Ты не можешь прославлять Бога за то, что в душе метешься, я тебя понимаю. На тобой висит меч, ты не будешь платить, она добьется посадить тебя, ей ничего не стоит это. Так что ты сильно, ты говоришь, нехорохолься, не на каждую кобылу скачи. Ну, не, а я, что? Ну, все правильно, говорю. Ты что, ты не понял, что это закон? Безбожный закон. Поэтому надо крепко работать. Я с первого дня, я обратился 27 сентября 1962 года в 17.00. Я только обратился, еще ничего не знаю, но первый стих запомнился. Иван Григория 8.44. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку-убийцем сначала. И был лжец, и отец лжи. Отец лжи. Мне понятно стало это. Я решил, у меня 10 детей. Не один, не два, 10. Я должен прокормить их с женой вместе. И поэтому я работал так, что дай Бог каждому. Если бы только я не обратился к Богу, в это время я обратился. Ну, я был капитан дальнего плавания, конечно, я обеспечен, и у меня все было бы. Все. А учитывая то, что в это время я добивал создавать экзамены на трех языках, то ясно дело, что я бы не в углу сидел бы. И все время шел бы на повышение, как в армии. Но Бог избрал другое. Я еще ни одного не встретил, чтобы ребенок с 5 лет знал, что он хотел быть террористом. Мстить и убивать коммунистов. То есть я никогда не был посредник таким. Вот есть отец Сергий, у Льва Тасова, всегда хотел быть первым. По конному спорту у него не получалось, он первым стал. Знание языка, и где он везде-везде, везде все завоевал первым. Но когда узнал, что жена царем имеет дело-то, он отрубил все, ушел в монастырь. Все. Отец Сергий, Льва Толстого. У меня у многих, нахожу в книгах, то, что по частям. Вот это у меня было так. Я наполовину никогда не мог. Или-или. Я пошел за Господом, чтобы имя Господне не гурилось через меня. И это было явлено для всех, кто меня окружал. И отца, и домашних. А на нас вообще-то стали там подсмеиваться. Там, что у тебя сын, верующий. А отец там уже выпивший был. И он верит. Если верит, то верит, как мой сын верит. А не то, что там у меня сегодня крестят, а завтра. Мою веру они признавали действительной. Меня 26 лет только психиатрия душила. И какие характеристики дали, все в книге написано. Бесстрашный свидетельствовал преступникам. Не был навязчив. Навязчив. Характер теплый. То есть, какую характеристику дали, это вообще, я не знаю, да вы такие или нет. А потом два таких мешка, там гаметы, еще так и не было. Дали, провожали меня из больницы. И они говорят, сколько больниц есть, такого еще не было. Они все завоеваны были. Я утром стою, у меня под подушкой, еще так и не натолкана. А один лежит, а почему мне не даете? Она говорит, а что кромотерку по тебе получу? Я утром стою, молюсь, если не делай молитвы, 40 земных поклонов. Она пол убирает, уборщица, и говорит, а мне мама говорила, кто 40 поклонов делает, земных, того Бог слушает. А я это и не знал. И она только увидела, и мамины слова вспомнила под старость. Она первый раз видит, и она поняла, она теперь все несет и несет, и я не знаю. Уборщица. Кемерово. Ну, 80-й год. Давно это было? 37 лет назад. Я спрашиваю, у кого такое было? Ни у кого. Это моя биография. Она пишется с чистого листа. И поэтому, раз на меня столько нападает, каждый день, каждый день, и попы таблетуют, и ролики ставят, и еще новые готовят, что я знаю, значит, точно, абсолютно, я не такой, как они. Иначе на свое они бы изображение не нападали. А абсолютно точно, что мы разные. Вот это определенно. А раз разное, значит, это то, что я и хотел. Чтобы только не быть похожими на них лицемеров. Только вы же деньги, деньги, деньги. Бизнесмены от религии. Мне смещенники говорили, патриарши, так нельзя жить, как вы живете. Вы не солнце, вы всех не обогреете. Они знали, что я дома не сижу. Я бабкам ездил, всех бабок обеспечить, дорабатывать привезти, наколоть, всех скидать, починить, наточить. А ему бабки-то приходили и говорили. Он меня вызвал, Николай Павлович Войтович, настоятель Покровского собора города Барнаула. Вы, гадень, не солнце, всех не обогреете. А они на вашем главном крюсе, который высок, хватают меня за ноги и плащут. Простите, мы на вас говорили. Он говорил, настоятель. А теперь мы узнали, это бабка от бабки. Печи сделать, а печи-то не фуражку сменить. Я им делаю бесплатно. Они платить, а порублю. Раздавайте милость и не просите, чтобы Александр вернулся домой. Александр Савич. А я с ним не встречался лично. Но в первой стране распространил архипелагула. Всю страну наполнил этим. За 10 лет раньше нового мира. Почему никто этим не занимался? Мне положено это на сердце. Сегодня, я считаю, насажениться. Над такой поклёг идёт. К нему это не пристанет. Никак. Я молюсь Господню. Покой в обитиях небесных Александра. Это герой нашего времени. Достоевский для меня пророк. А Щубайс Анатолий говорит, я бы зубами изорвал всё это. Вот, не навелит его. 200 лет с евреями. Мне это понятно. Я не против Щубайса, как этот Квачков там имеет, Владимир Васильевич, что-то там покушение. Ничего нет, я молюсь за всех. Невзоров, там такой богогонник. А я каждый день за него молюсь. Герман, главный обманщик, это Герман Стергенев, это разрушитель. А я за него молюсь, и всё. Мне не дано другого. Я молюсь. Помилуй его, Господи. Открой ему истину. Я молюсь сейчас о прокуроре, о генеральном прокуроре. О всех, которые коснулись меня. Я за всех молюсь. И ты сам это слышишь на молитве. А ты за кого молишься? За родителей, за Россию, за Константина, за вас. Да, дай Бог. За братьев. Благодарю. Видишь вот как на меня... Только я спать ложился, по-другому звонят. За Валерия вот этого. Звонят. В день примерно 50 человек на меня выходят с хулениями, с богохульствами. Каждый день. И у меня она не действует. Старого быха, чем больше бьют, тем шкура толще. Понял? У меня никак. Я только молюсь за ней. Господи, вот в середине ночи два, пол третьего. Он звонит. Он звонит и не знает. Господи, благодарю тебя. Он поднял меня на молитву. На полчаса раньше, правда, он и остался, помолился. Они не пробьют, ни с какой стороны. А когда встаешь и тебя вот сон прям тебя давит, что иди обратно спи. Че это такое? Природа? Не знаю, что там давит. У меня радость. Ну у меня вот все. Ну сон. Я еще раз говорю. Сидя, я прихожу, четыре генерала. Атома города, начальник юстиции, краевой прокурор, генерал-лейтенант, краевой судья, сабантующих, там где на рождение. А только что тебе беседовали. Более счастливого человека мы не встречали. Более счастливого в интернете не находили. Как Александр Штручков в шалахове пишет. А я это и не знал. А почему? Вы делаете то, что вам нравится. Мне нравится молиться, нравится с Богом быть, быть православным, нравится заниматься с детьми. Они меня там задавили, а у меня еще лучше стало. Я теперь за Роспотребнадзор молюсь. Они помогли нам от того избавиться. Мы купили дома, и мне Бог вовремя дал на что купить. Люди с надеждой взирают. Вчера только она звонила, а могу я дома, а то другое. Да я вам мог сказать, я могу сегодня сказать, дом есть, приезжай, но она нам ничего не сделает. Понимаешь, у моей этой биографии ее нельзя составить, как биографию Соженицына. Ее нельзя составить. А сама биография чудо Божье. Дивное чудо. Я бы никогда не проник в тюрьму, в психиатрию, там, где, там, криминальная, меня Бог туда послал, и я ничего не сохранил, я там не спрятал. И мне говорят, кого бы вы ни написали, никто бы не знал про это, что там вы были в психиатрии. Я наоборот показываю. У меня характеристика, я проверен, а ты не проверен. Ты нужен дурак, с хвостом и с рогами. Я любому могу ответить. А меня проверили. Специально на стационаре держали, 26 лет проверили, а потом злоупотребление советской психиатрии. Хорошо, что вы все выдержали. Игнать Тихонович, а за год, вот за год, за эти 26 лет, вот взять один год, в среднем, сколько вы в больнице-то лежали? Ну, я лежал в самом начале в армии был, и вот на этом на экспертизе. А остальное, гнобили здесь. Это как? Что значит гнобили? Как это проявлялось? Ну, допустим, так. Я сдаю экзамены. Мне нравится. Институт международных отношений. А меня на полуге хватает, и за шиворот выталкивает. Ты дурак? Куда лезешь? У тебя статья стоит такая. Вайру, вяло текущее шизобрение. У меня в документе стоит. Я не могу убрать его. Как? Как это так? Вот так? А, то есть, ну... я на работе. На одной работе 6 часов был, а потом, иди сюда, в аптис, со второго этажа мне трудовую выкидывай. Пошел вам со двора. Это как? Мимо? А теперь мне пенсия минимальная, пенсия бомжа. Мне не давали работать нигде. Только при милиции, вне ведомства охраны города Барнавула, железнодорожного района. И я за всем благодарю Бога. Ну, а в самих больницах вас над вами как-то издевались? Ну, когда я был тогда, вот это, в 60-м году, там меня они там накачивали, вешали такие, называлось галифе. Там литр, полтора, и они в тело гоняют, раздуваются, а вот сидишь с крестом рядом. Мы тебя снимем разум, что ты сошел с ума от Бога. Вот тут я уже беспокоился. Я рассказываю, когда я вернулся, они что-то мне сделали. У меня внутри горит, вот горит. Я чувствую, я сгораю. Зима. В беточнике молоко. Я выношу, и там шуга, я на ножом раздамлю, со льдом, молоко, и пью, и у меня как будто ничего нет. Если бы хоть раз выкрыл где-то, все сгорело. Молоко со льдом, и ни разу не простыл. Они волшебники в полных халатах. Я на них за них молюсь, и благословили, Господи. Как Никипедов говорит, институт дураков, это сербский. Но они конкретно это делали для того, чтобы вы отрицали себя, чтобы прямо так и говорили. То есть, они мучили. За что? Больше я ничего не делал. Свой мученик получается. А? Исповедник. Исповедник. Если бы я умер, там был бы мученик, а так только исповедник. Почему митрополит говорит, он проповедник и исповедник, и достойен уважения. На Тихонич, а в древней церкви вот исповедников много было? Как им, на каком они были, так скажем, ну, статус какой у них был в церкви, у исповедников в древней церкви, вы напомните? Когда кто-то, когда-то приносил жертву, их отмечали от церкви, эпитимную накладу очень строгую, то эти исповедники имели власть, прямо власть, ходатайствовать за них. Ты там не был, ты не знаешь. Поэтому не 10, это вот эти 5 лет. Жертву идолам. А? Жертву идолам, вы имеете в виду? Ну там, жертву идолам, что-то такое там было, не только жертву идолам. Были такие, те, которых отмечали на 30 лет. На 30 лет. Это пол жизни. А они имели право ходатайствовать. И 30 лет скажут, а 25. Вы там не были, я там был. И устоять там почти невозможно. Что они там делают? Вот так. Психиатрия – это самое страшное, что изобрел сатана. Там яминозичку тебя подсунут раз-другой, и ты будешь скакать. И у меня характеристики оттуда данные, психиатрии из разных больниц. И какие характеристики. И, наконец, все снимают, ничего не было. А меня это нисколько не задерживало. Нисколько. Ну, сказали, сказали. Подложал свидетельствовать, говорить. А другие это говорили там. А что спрашивать? Он же изопреник, это, священники. Там же придурок, дурак. Священники. Они знали, что это все власть делает. И однако это распространяет всячески. Было, не было. Я знаю, меня Бог будет судить по Писанию. Евангелие в этом виною касался. прости меня, Господи, есть чувства миссат из копыщек. В моем саду остались следы. Ты же считал, как варенье, знаешь. Оно написано на одном дыхании. Страха, предания, что я мог пасть. И сегодня я бы разговаривать с вами так не смогу уже. Ну, вот я в 27 лет упал. До 27 лет держался. Он до 27 лет держался. Разжигался и держался. Сегодня это подвиг нашего мира. Ну, слава Богу. То, что я тебя треплю, говорю так, ты только никогда не понимай по-другому. Наталья Щернова говорит, как вы все-таки любите Виталия. Сколько ему говорите и как раскладываете, по ступеням ведете. Она понимает это. Она была здесь. Спаси Христос. И она... Зачем бы я с тобой эту хрен отравил? Так вы со всеми так, Идна Тихонович. Ну, то есть, вы же каждому находите ключ в каждом душе человеческой и работаете. Вот сегодня я что делал с вами? Никогда не делал, чтобы по одному выводить и об одном событии, а потом дать вам ролик и посчитать. Посмотрите, где ваша память? Первое я там взял, второе память чуть получше, а третье, а я, там и не был. Вот тогда Идешь, не раньше и позже подкатился. А теперь я его давай. У Леши, наверное, лучше всех надо поверить. Он разговаривал с ним, я так просто... А ты вспомнил про Диму? Что, с собакой черной? Да. Ну, мысли были, но я не озвучил. Не озвучил. И я не озвучил. А Леша озвучил? Ну, чтобы упоминал. Леша Устинов озвучил в нашем разговоре. Вы же его тоже спрашивали, о чем мы разговаривали? Да, написал. Леша вспомнил, что он встретил Диму, который здесь был, который со мной с собакой прожил. Помнил? Конечно. А я не вспомнил. Видите? Дима, мне кажется, 12 фотографий, которые с ним я могу и отдать, если ему потребуется. Я их выделил, эти фотографии, где он бритый. И они у меня в отдельной папке лежат. Если ты где-то Диму-то своего встретишь, Митю, я ему сказал, Митя озвучил, ты можешь эти фотографии скажи, ну, что тебе на память это был-то, на крещение? Ты понял, о чем я говорю? То есть фотографии, на которых он виден, снимали. Ну, Алексей его на выставке встретил, но он не подошел, там, видно, некогда было. Он тоже был? В Миске был? В Барнауле Леша встретился и Митя. А, вот я. Ну, вот с этой черной собакой. Понял, понял. А у них же одинаковая порода собак. Я их и познакомил. И Митя ходил к Леша в гости. Они тут познакомились. У него кобель, кажется. Да. У него кобель, да? Да, да, да. Так им нужно знать. А я потом только думаю... Ну, все? Что? Давай. Мы так и не дошли. Да, да. Да не надо мне это. Зачем мне это нужно? По чужой приводке не ползать? Да какая... Еще раз говорю, все, что не по слову Божьего, определенное. Тогда страшно, знаете, страшно. Столы находятся трудительной бремотиной. Страшно, страшно. Если нет в них голоса. Если собор епископов, что попало, учат. Меня это не нравится. Страшно, страшно. Куда я... Суде Божьим это все уйдет. Кому я буду один стоять? Со Христом. И все, глаза куда-то косить, мне же посадить рядом. Мне сразу это не нравится. Да. Так вот, смотрите, и мы задали вопросы митрополиту, то есть, вот архиеписк, сейчас посмотрю, а, митрополит, митрополит, задали митрополиту вопросы для того, чтобы разъяснить ситуацию. Получили потрясающие ответы. Я хочу вам это показать. Вот, Владыка пишет, что он благодарит за обращение Виталия, что вот это беде, семейная боль. Православная церковь всегда осуждала развод по той причине, что был установленный порядок брака, его не подразумевало. Не задается ли регистрация в ЗАГСе браком перед Богом? Причем, смотрите, да, смотрите, причем владыка, митрополит, пишет в адрес только регистрации в ЗАГСе слова Христа, приводит, к регистрации в ЗАГСе, что Бог сочетал, то человек бы не разлучает. Давай понять Виталию, как будто бы он был на Законом и Богом одобренном браке. Видите? Мы не выступаем против Виталия, но это... Вот это вот и регистрация. На Союзе. Далее он говорит о том, зачем ему это все нужно. То есть подготавливает площадку для новой жилибии. Больше ничего тут нету. Нет, нет. Нет? Нет. Зачем ему, когда определенно и четко ясно, я выразил, позиция высказана в Священном Писании, зачем дальше ему это все нужно? Он обличает священников, чтобы они пролюбодеев не венчали их. Это все ясно. Они венчают. Тебе-то зачем это нужно? Я их за это не обличаю. Не обличает? Никогда. Ну за другое обличание. А какое отношение это имеет к церкви? Это мне церкви. Вы никак понятия не можете. Церковь святая не порочна. Блудник обвенчает, кто блудник обвенчает. Зачем тебе это нужно? Ты знаешь это? Держись того, что Бог тебе открыл. А вот это вот, да я бы митрополиту задавал вопрос. Да зачем мне нужно? Там нагорожено столько, что собирались, схоласты, и спорили, на конце иглы, сколько демонов помещается. Так затем это и нужно, потому что митрополит к нам приезжает, и мы с одной стороны... Ты мне зачем это знать, приезжать? Никакого отношения ты не имеешь ни к приезду, ни к чему. Зачем? Отношение хорошее. Я признаю его рукоположение, для меня это все. Об этом того, что говорил, я совершенно не хочу и не слышать ничего. Зачем мне это нужно? Он отвечает за это, это не я. Мои слова, я отвечаю, показал, которые я беру из священного писания. При живом муж выйдет замуж, на звать и прелюбодеться. Все, дальше я не иду. Меня Бог благословил в этом, я не нуждаюсь. Игнатихович, но в настоящее время, если я христианин, ну считаю себя христианином, может быть, даже я не знаю, меня погрузили как, ну то есть, обливанием, может, меня крестили, но я считаю себя христианином. Я прихожу в церковь периодически, там, свечку поставить, может, раз в год причаститься. Или я женщину нашел, такую же, она тоже считает себя христианкой православной, и мы пошли в ЗАГС и расписались, но не венчались. Зачем ты это делал? Взял и пошел к христианам. Зачем ты? Почему ты? Так можно, это считаться будет браком? Если ты не венчаешься? Зачем вопрос ставишь-то? Ты к ней не прикасайся, не отвернись, и беги от нее. Да он жениться хочет, детей хочет. Все, вопросы сняты. Пожалуйста, мусульманцы, четыре разрешаются. И зачем он христианину, он хочет семью православную? Христианину можно только вот в ЗАГСе расписаться, не венчаться? Можно так сделать? Я не отвечаю на эти вопросы. И не надо венчаться? Церковь установила обещание, на этом все сказано. Я православный. Церковь без венчания считается блудом. Все, вот. Я не опровергаю. А митрополит считает? А митрополит считает? А митрополит говорит, что расписание без венчания является законным раком. Отвечаю за эти слова кто? Он. При чем тут я? Зачем меня туда толкаешь? Нет, мы вас туда не толкаешь. Меня от них остается. Эти вопросы я не уникаю. Хорошо человеку оставаться, как я. Вот это для меня главное. Я возвращаю их к истокам. А это дальше, конца никакого не будет. Никакого конца разговора не будет. Это придумали отдельно. У католиков другие. У поритам другие. А у барманов, у них разрешено иметь несколько жен. Христианство. Прямо. Еще теперь. Зачем мне чужая блеводина? Мне это не надо. Я ответил, все, одна жена. Остался без жены, не ищи жены. Ни своей, ни чужой. Не ищи жены. Повтори. Остался без жены, не ищи жены. Выполняю это, и все кончилось. А если она сама придет, Игнатий? А ты не ищи. Ты начинаешь рукаивать. Я не ищу. Это смешно. Ты охочешься. Нет и нет. У тебя фальшивое христианство. Это не смешно. Это горе. Нормально пищу переварит, желудок у тебя не может. Он может раком заболеть. От переживания, стресса. Это смешно и кончится печально. А тем, кто разжигается, апостол Павлович... Меня не касается это. Еще раз говорю. Это не касается. Я отвечаю за себя. Каждый за себя даст отчет Богу. Первая коринфра 4,5. Если человек разжигается, ему жениться или разжигаться? Вот он пусть и решает сам. Я за него не буду решаться. Не, ну вы же даете совет. А женить бы тебя, если ты женился, избавиться никак нельзя. От разжигания очень просто. После молитвы и все кончилось. Прожигается. Вот ее взяли, арестовали. Ксения Ивановна Ивченкова. А мужа расстреляли Федора. И она молодая, там 35 лет. Как так арестовали, все женское прекратилось. Менструации нету ровно 10 лет. 10 лет нету. Вернулась, опять все открылось. В Камбодже, когда вот этот режим Болпота и Ягцарии был, прекратилось женское все в всей стране. От страха. У тебя страха нет. Рот разябленный. Не боишься, что сатана вскочит в рот, как Златовус говорит. Мне не надо другого. Я разговаривал с людьми, я ее интервью записал. У меня в книге в 12-м том томе. И все говорит, все эти сладости женские, все отошло от меня. Она не может защищать. Каждый день под страхом. Но почему тогда апостол Павел сказал, лучше жениться, нежели разжигаться? Он сказал, лучше поститься, а не разжигаться. Вот так, поэтому сказал, ты избери. Что лучше ты изберешь? Жениться, тогда не орыщи, живи. Плати элементы. А разжигаться, с разжиганием я могу бороться. Я это разжигание в течение одной недели на них смету его, помину не будет. Почему у вас ассоциация проносального брака с элементами? Я тебе ответил на вопрос. Знаю, там все, верно. Все, пост и молитва. То есть, если ты женишься, то обязательно разведешься. С чего ради? Все его не убеждают. И они его убеждают. пост и молитва. После молитва. Другого не дано. А нас ждать кто? Похоть. А похоть откуда? И все, упирается пост и молитву. Почему похоти не было, кто же сидели в Осверденце, где ни одного не было? Почему? Вот он признает. В Благе не было ни похоти, ничего. Нему же ложества, ничего там не было. Он едва дышит на ладо. Пост и молитва, и все. Лучше, конечно, не развлекаться и замуж не выходить. Не жениться. Не жениться, это опять то же самое. Пост и молитва. Зачем ты женишься? Вопрос. А под старость до парида до старости не думал. Ты думал о другом. Зачем ты вообще женился? Я хотел свинью православную. Получилось? Нет. Ты же сам говоришь. Потому что я считаю, что Бог меня наказал, потому что я до венчания лег в постель. Только поэтому. А разводов сколько сегодня процентов? Ты знаешь? Огромный процент. Да ты понимаешь, что огромный, много больше. Сколько, Игнатьев? Я вам откуда знаю? 85% в первый год. Из ста, венча, которые, там, бракосочетание, что там было, в ЗАГСе вышло. Сто. Почти к ста процентам подходит. А второй брак нормально. Почему? А пацана надо успокаиваться тогда. Теперь ты живешь в блуде, ты бойся равно. А первый брак, ему надо разрушить. Ой-ой. Ты ничего этого не видишь. Первый разрушишься, а второго теперь ты крадешься где-то, а он на тебе верхом сидит. За уши тебя дергает. То есть каждый раз, как только подходит, все кончено. После молитвы. Смотрим опять. Посчитай, еблали житие. Она молилась, пост держала, иногда 50 дней. Камни натаскают, булыжники, пеплом посыпят, а на них о сестре говорили. Снова замуж. Ну, Игнать Николаевич, вот, допустим, живут в браке. Один обратился у верового и хочет креститься. И он, если остается с женой, то он не должен ее бросать. Не должен. Но у него такая мысль приходит, она уже какая-то потрепанная, дай-ка я себе... Все, Даша, не надо, это твоя биография. У меня такого нет, но я никогда об этом не думал. Вот я говорю, старик, а спрашивали, когда он, сколько живете вместе? Он говорит, 60 лет. На 60 лет сегодня никто не живет вместе-то. А он говорит, а мы жили в то время, когда старые вещи ремонтировали, а не выбрасывали. Это не моя биография. Моя биография, когда я до крещения развелся со второй женой, с первой... А на лошадь сколько было? На лошадь еще 18-й ты забываешь. Ну, не больше, чем у Соломонова. А то я знаю, разговоры с Добуновым, а тот говорит, я не знаю, сколько. Счета нету. Если я знаю, что в крещении все смывается. Знаешь, мне это не надо. Не разжигайся на этом. Мне это не надо. Разговоры подобные я не веду. Вот вы с собой, мы же с собой толкуйте. Все достоинства, женские вы узнали, ничего там нету. Гни, я стал говорить, а сама ехала одна, говорит, и гной, и гной, больше там еще нету. Тетя Тоня Бахладова. Там еще больше нету. Так а вот с малых лет внушается, что женщина это божество. Все, все. Кресева, асанато считает, не в кино, а там Лев Толстой это все описывает. С малых садиков, детсад, одни женщины. Лев Толстой все описывает. Школа одни женщины. Институт одни женщины. Везде женщины, женщины, женщины. Мужики-то спелись, а что это? Вот она и Россия. Нету, все. Они потеряли кафедры, золотовозгерпотому женщину за кафедрой. Вот они, бабы, правят, ты мужик, а с чем ты на мужика-то похож? Что у тебя мужского-то? Ну и все. Это бы сейчас сказал, а ты мне скажи что-то. Я тебе сразу отмечу мои мужские качества. У меня жена по одной плашке ходит. Я сейчас скажу, вот сейчас здесь, ехать куда-то надо. Вот сейчас. Не, я сейчас скажу, нужно оплатить тебя срочно в шенгенскую визу и пробраться в Испанию. Она сейчас сегодня же поедет. Для нее препятствий нету. Муж сказал. И вы ее отпустите одну. И конечно нет. Но есть, есть, я говорю, есть. Вот Игнатий, а можно ли вот жену отпускать одну? под благовиднейшим предлогом? Можно ли отпускать? Ну, к тетушке у вас? Ну, меня посадили. Она везде, в Генеральную прокуратуру. Она везде пробилась. Новые друзья. Все молятся. Она вас изгонитала? Она все запрещение, там нельзя связи. Она где-то скрылась, кто-то выходит, она выбрала женщину, за ней идет до дома, а потом стучится, за ней следят. И далее она, что хотела, мне все передала. Игнатий Тихонович, я не знаю, у кого такая жена еще может быть? А вам детей никогда по плоти не хотелось? Никогда. Даже мыслях не держал. Почему хотелось? Но вы же из многодетелей. А зачем? Вы же из многодетелей. Зачем, когда у меня столько детей вокруг? Это понятно. Но вы молодой-то, у вас там вопросы. Иди пойти. Казалось сейчас. Ты ответил. Ну, вы сказали, я... Никогда. Даже во сне этого никогда не было. Один раз во сне меня женили на датчанке. И когда я в Дании был, увидел дома, все точно так, как меня видели. Я вижу, моя жена, я так встал, ну, как меня женили-то? Я ее никогда не видел. И во сне я от нее отгребся. Но однажды было такое, как у Григория Богослова. Он во сне увидел трех прекрасных девиц, которые целовали его. Он понял это при мудрости, терпение, смирение. У меня точно так же. Я проповедую, и в это время во дворе я вышел. Я все там знакомлюсь с новыми ректорами университета. Иду, и в это время во двор. Мне говорят, там вас вызывают люди новые прищи. Я вышел на роду, не видно конца. Пришли послушать Слово Божие. И в это время в комнату заходят, кажется, две или три девицы. До того они хорошие, до того собой. Я им сразу стал говорить о Христе. Ни во сне, нигде чувства, похоти не было. Вообще не было. Просто Господь явил мне любовь свою, показал. И они пришли, я спрашиваю. Ну, у меня такие, как у Татьяны Капустины, такие я тебе покажу, которые, естественно, возьми, Гончарук. Она вся сияет, когда встретятся. Они на жёлтый урок. Нашу, Алифтину возьми, Пантелеевна, из Бабтыса пришла. Вот эта Людмила, её дочь. Какое ко мне отношение? А возьми, Галя, она здесь была. Она никогда не огорчила меня, ни разу. Только я сказал, она завтра всю машину уже подъехала. И она меня весь день по этим, как, организациям возила. И везде за руку да под руку. У вас супруга есть, вам что надо? Вот вы, зачем вам нужна была супруга? Ты мне зачем допрашиваешь? Я тебе ответил, ты уже перешёл все грани. Всё, ладно. Всё интересно просто. Ты неинтересно, ты можешь и сплакать на молитве. Интересно, опять зубы свои показываешь, как суслик из норы. Хе-хе-хе. Как жеребец, а колокобылый, ржёт всё время. Зачем, зачем? А долго всё в книге описано. Описано. И знакомство, и всё остальное. Мне эти вопросы в сотни раз задавали. Потому что много было нареканий. Она приезжает рядом. И чтобы нареканий не было, помечались. И всё кончилось. Она приезжает, свидетельствует, через неё распространяют что-то. Разговор пошёл. Вот она приезжает, она не нащуя всё. Я сказал, прихлопнем один раз. Пошли помечаемся. А в ЗАГС мы пошли где-то на расчет 25 только. Потому что я почувствовал, вот арест будет, а её тогда не допустят на меня. Только поэтому. И в ЗАГС я пошёл, чтобы она имела доступ ко мне. И она имела доступ. Средотер спрашивает, вот к вам на свидание. Можно только три человека. Кто будет? Я говорю, жена, мать и брат и брат. Только три. Больше нельзя. То есть, в то время правил таких не существовало, что если штампа в паспорте нет, венчать нельзя. То есть у нас повенчали. Не было. Это не было. У меня фотографии есть, если я подмелся, он встает. Мы не видим. Понял? Если она ко мне стала внимание обращать, какой я, я же не такой был-то. Я уже, вот уже ночь, снял с тебя волосы, кудри, все повалились. Ты меня узнаешь другого. Если я тут тебе не нравлюсь, а это чудо волосатое. Да, важно просто воспитание, чтобы у мальчика было воспитание мужское. Не женщины вокруг, не вокруг юбоков. Это рассуждение-то как я. Прямо мучитель израильный. Ну и глади, ну факт. Вам Господь благословил вас таким, а кого-то не благословил. Меня Бог благословил в жизни. Сын у тебя страдает. Я многочатный отец. Я со всех сторон. Я ваш сын. Я ваша дочь. Непрерывно мне пишут. Люди из сектантов, с семьей приходят, евреи, мусульмане. Вот я приехал, она приношает, я говорю, вы мой отец, вы мой отец, жена мулы. Но ведь, Игнает Николаевич, написано же, кто оставит жену, детей ради Евангелия. То есть вы детей оставили плотских ради Евангелия и получили во сто крат духовных детей больше. А Господь сказал, из земли все будет во сто крат больше. Я бы куда не поехал, мне двери везде открыты. Везде. Я приехал, там адвентисты вокруг меня к себе, там не знаю, чем угостить. А вы свинины не едите никогда. Они там на меня восхищенные смотрят. Я у них выступаю в собрании адвентистов седьмого дня. А вы чай пьете, я говорю, ни кофе, ни какам. Они всем сразу рассказали, да хони вокруг меня, как ласточки. Адвентисты седьмого дня. А уж про баклистов не говори, это совсем родные. Они меня замучили. Ну все, ребята. Голевую. Спасибо, Господи. Слава, Господи. Спасибо, Господи. Так, ну что, за рыбой сходим? Хороший был. Мордов.